Друзья, всех приветствую! Сегодня мы поговорим об экспирации фьючерсных контрактов и технологий, которые используются в связи с этим в Амаркетсе. Начнем с того, что любой фьючерсный контракт характеризуется ограниченным периодом или сроком своего обращения. Если фьючерсный контракт имеет срок обращения один месяц, это значит, что в прошедствии одного месяца произойдет его экспирация. Резонный вопрос, как это влияет на торговлю? Все довольно просто. Если бы в Амаркетсе были обычные фьючерсные контракты, каждому трейдеру приходилось бы принудительно закрывать сделки в день экспирации, независимо от того, в плюсе вы или в минусе, хотите вы этого или нет. Такова суть экспирации, когда один контракт переходит в другой, например, майский перетекает в июньский. То есть, работая с классическими фьючерсами, если бы у вас был открыт ордер buy 1 lot, если бы вы продержали его до экспирации, вам пришлось бы закрыть эту сделку, то есть зафиксировать результат и после перехода на новый контракт снова открыть buy 1 lot, тем самым второй раз заплатив спред, по сути, за одну и ту же сделку. Очевидно, что это крайне неудобно. Например, я долгосрочный инвестор. Я уверен, что нефть через год будет дороже. Почему я должен каждый месяц закрывать старый контракт, открывать новый и за переоткрытие постоянно платить спред? Ну то есть за год я 12 раз заплачу спред. Согласитесь, издержки набегаются солидные. У этой проблемы есть решение и имя ему, склеенный фьючерс. Казалось бы, расчет склеенного фьючерса сводится к нехитрой процедуре. На следующий после экспирации день в непрерывный ценовой ряд необходимо добавить данные нового контракта. Однако сразу же возникает другая проблема, и это ценовой разрыв между старым и новым контрактами. Простая стыковка контрактов приведет к наличию гэпа, которого на самом деле не было. Гэпа, который не является рыночной ситуацией, а значит гэпа, который не должен влиять на состояние вашего счета. Для того, чтобы нивелировать влияние такого нерыночного гэпа, а также чтобы освободить трейдеров от неудобства и дополнительных издержек в связи с приоткрытием сделок, в Аммаркетс используются изящные решения. Это техническая корректировка цены инструмента на специальную ставку пунктов, которая проводится для того, чтобы нейтрализовать ценовой разрыв, образующийся при переходе одного контракта в другой. Открытые позиции при этом сохраняются. Корректировка пунктов при проведении экспирации записывается в графу своп. Однако, прошу не путать, в Аммаркетс свопы на нефть не взимаются. Просто столбец своп — это единственное место, куда можно произвести начисление соответствующей компенсации. Пример. Вы купили один лот нефти бренда. Текущая цена — 100 долларов за баррель. Вы держите сделку до экспирации, когда один контракт переходит в другой. Скажем, июньский фьючерс перетекает в июльский. Однако цена июльского фьючерса уже не 100 долларов, а 50 долларов. То есть указанная разница в 50 долларов — это следствие не рыночной ситуации, на которую вы могли бы среагировать, что-то изменить в вашей торговой активности. Это следствие перехода одного контракта на другой. Для того, чтобы эта разница не влияла на состояние счета, после экспирации в столбец своп и начисляется соответствующая компенсация. Условно говоря, потеряв из-за изменения цены контракта при экспирации 50 долларов, вы тут же увидите начисление с знаком «плюс» в столбец своп на эти же самые 50 долларов. Таким образом, вы перейдете на новый контракт без обязательства переоткрытия сделок и связанных с этим дополнительных издержек. Схожим образом производится критировка в виде компенсирующих своп-пунктов, когда цена контракта после экспирации становится выше. Такая разница заносится в столбец своп со знаком «минус». Информация о том, по какому инструменту и когда должна произойти экспирация, доступна каждому клиенту компании А-Маркетс на сайте в разделе трейдинг, торговые инструменты, таблицы экспирации. Рекомендуем следить за этим, иначе при каждой экспирации вы будете озадачены происхождением своп-начислений, которые могут появляться в открытых позициях. Надеюсь, друзья, с этим вопросом мы разобрались. Всего доброго!